друзья привет всем сегодня будут субпродукты сегодня готовлю индюшачьи сердечки индии я кстати индюшачьи сердца никогда не готовил они гораздо крупнее чем куриные но уверяю вас что так как индейка рекомендована всеми диетологами и содержит огромное количество микроэлементов которых нету ни в каком другом мясе то даже субпродукты которые кстати очень доступны и даже для любого человека и много комментариев пишут почему не готовите субпродукты потому там кто-то зарабатывает миллионы баксов может себе позволить любые ингредиенты крабов все что угодно а кто-то жарит сердечки но сердечки я вас уверяю это очень вкусный и качественный продукт я разрезаю сердечко на четыре части на 4 делаю это с каждым зачем потому что сердце состоит из особой мышцы но все время качает кровь у сердца текстура совсем иного характера нету в теле ни одного куска мяса который был бы похож на сердце поэтому к нему нужно отнестись с особым вниманием что нужно знать есть два варианта приготовления сердечек которая в блюде станет мягким это либо мы должны их жарить битый час либо мы их должны жарить одну минуту нету промежуточного расстояния кто-то говорит о том что нужно это мариновать еще что-то с ними делать это по вашему желанию я не вижу в этом глубокого смысла потому что безусловно из-за плотности мышцы сердечной в него очень трудно внедрить какие-то дополнительные ароматы как только вы начинаете его варить но варите хорошо сделайте бульон ароматным тогда варите в ароматном бульоне тогда может быть сердце станет пряным но в азиатской кухне например сердечки или быстро обжаривают или быстро припускают в воде в кипящей а потом добавляют туда различные ингредиенты в том числе и соусы все тогда становится все на свои места поэтому сегодня у меня будет салат теплый салат с индюшачьими сердцами сердечный салат назовем его так приходит в гости кто-нибудь говорит какой у вас сердечный салат еще что нам дает разрезание сердца в сердце бывают как-то называется в сердце в сердцах есть камеры до однокамерная двухкамерная у разных животных у человека там двухкамерных трехкамерных четырехкамерных правильно правильно я или что-то ошибаюсь но в общем есть камеры в которых может остаться кровь запекшиеся и разрезов сердечко на четыре части мы его потом будем промывать и лишнюю кровь которая вдруг если где-то осталось мы ее просто вымываем оттуда куриные сердечки желательно тоже разрезать но там на две части потому что куриные сердечки маленькие для того чтобы вымыть всю лишнюю то что нам не нужно хотя многие не парятся и делают целиком смотрите что еще можно сделать сердечками их можно использовать в рассольники обязательно что рассольник это русское блюдо с потрошками рассольник с индюшачьими потрошками это же вкуснейшее интереснейшее блюдо можно использовать как холодную закуску например хорошенечко проварили сердечки в пряном соусе в каком-нибудь не в густом а в жидком достали их вернее остудили в соусе достали потом нарезаете поливайте маслами ароматными и подаете к столу самое главное что индюшачье сердце не так отдает потрохами как например куриное теперь нужно промыть начата как я буду сердечки жарить поэтому лучше всего их скинуть на дуршлаг для того чтобы стекла лишняя жидкость иначе в чашке все равно сколько бы мы не сливали остается внизу жидкость которая нам потом мешает это все обжаривать для салата мне понадобится перец заодно и покажу как его разделывать смотрите отрезаем вначале вот эти части хвост выкидываем дальше делаем вот так и вырезаем перепонки которые нам тоже не понадобятся все и мы получили вот такой вот благоприятную для дальнейшей обработки плоскую стенку перца теперь перец режу вдоль и как хотите можете наискосок главное на нарезать довольно крупными кусочками для чего для того чтобы при обжарке он остался сырой внутри это важный салат на сердечко будет полностью приготовлены а перец у нас будет сверху слегка обжаренный внутри сыроватый вернее сырой 3 крупных зубчика я откладываю для сердечек а два для перца сразу вырубаю сковородку пусть пока прогревается как только пошел дымок от сковороды это значит что пора сюда добавлять масло две-три столовые ложки отправляю сразу чеснок видите я его не стал мелко резать чтобы он сразу же не сгорел и чесноку отправляю перец перец был влажный на нем немножко капельки воды соприкасаются с маслом и начинают взрываться поможем им взорваться о всегда так я делаю для того чтобы вкус был лучше как я уже говорил нам не нужно долго жарить это буквально вот считанные за минуты одна минута перцы выкладываю в емкость сковородку раскаляю сейчас туда пойдет сердечки также давим лук ой также давим чеснок я сейчас засеку таймер чтобы мне самому даже было понятно сколько я времени обжаривал сердечки сковорода хорошенько разогрелась вливаем масло масло должно быть немного но и немало отправляю сразу же сюда чеснок и сердечки старт и отправляются до сердечки пока что не трогаем чуть-чуть перемешал достаточно сразу же соль хрен там за минуту не поджарим много сердечек таймер идет у нас уже лишь одна минута 29 секунд но как раз наши зрители убедятся что я никогда не буду тест нам нужно память поймать момент когда кусочек полностью приготовиться но правда он не должен продолжать готовиться только все белки свернулись и сразу будем убирать все четыре тринадцать стоп или 15 допустим четыре с половиной минуты этого будет достаточно дальше уже нельзя теперь мы сердечки выкладываем к перцу жидкость должна у нас остаться в сковороде обжаривайте конечно же небольшими порциями видите я целую пачку туда фиганул и такое большое количество не дало мне такого скажем быстрой обжарки но посмотрите целая пачка 4 минуты этого будет достаточно жидкость от сердечек никуда не девайте она у нас будет частью заправки есть еще несколько ингредиентов которые должны у нас стать частью салата это обязательно свежий огурец который я режу тоже крупными кусочками и отправляю в тазе где будет где будут смешиваться все ингредиенты теперь сюда же у меня здесь были в холодильнике хвостики от стеблевого сельдерея я обычно ничего не выкидывая если у меня вдруг от готовки остается то я с удовольствием использую их для других блюд это я к тому что обязательно глядите в свой холодильник в нем всегда есть куча каких-то мелких ингредиентов о которых мы забиваем забываем или просто забиваем на них потом выкидываем этого делать нельзя используйте все что есть у вас в холодильнике порой даже неожиданный ингредиент создаст вам крутую вкусовую гамму в вашем салате наискосочек такой тоненькой соломкой нарежу обязательно красный сладкий лук нарезаем тоненькими полосочками смотрите главное не переборщить с луком листья салата возьмите какие захотите но желательно поплотнее листья салата нельзя резать ножом говорят многие блин да пофиг можно все резать еще хотите так перцы и сердечки отправляем к салату теперь нам нужна заправка для заправки у меня здесь есть лежит лимон лимон выжимаем 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 не стесняйтесь кислота должна быть соли у нас там немного добавьте чуть-чуть соли потом после перемешивания попробуйте и добавите если вдруг не хватит еще соевый соус мне скажете он же посолил я вам скажу что вообще азиаты не добавляют соус для того чтобы посолить русские добавляют вместо соли его азиаты добавляют его для вкуса поэтому его немножко нужно сюда обычное растительное масло тоже буквально пару столовых ложек и помните что я сказал не выливайте жидкость от жарки сердечек потому что здесь самый вкус немножко добавляем сюда а вот смотрите если кто любит просто с майонезом просто добавьте майонез перемешайте все салат будет готов не переживайте только крабовых палочек не добавляйте а то это уже совсем будет ужас в общем смотрите салат получился теплый салат сердечко индейки табаска брать не хватает но это секретный ингредиент его мы не учитываем типа там где купить табаско начну сейчас себе вопрос задавать поэтому табаска здесь нету просто выкладываем салат найдите красивую тарелочку полейте обязательно соусом который образовался у нас внизу тарелки честно вам признаюсь это очень вкусный насыщенный такой домашний мощный салат который зелью не можно не украшать здесь есть и лук здесь есть свежие огурцы обжаренный чеснок перец и самое главное помните индюшачьи сердечки нужно готовить или очень быстро или очень очень долго среднего варианта нет приятного аппетита приходите к нам на канал ставьте лайки и обязательно пишите комменты чтобы вы хотели увидеть что вам нужно или может быть я допустил какую-то ошибку что-то у вас не получилось обязательно я буду с удовольствием их рассматривать и с вами контактировать всего доброго приятного еще раз аппетита и до новых встреч